Всем привет! Вы находитесь в канале МССЛУХ 2.0. Я зовут Васильев Роман. И сегодня на нашем маленьком детском компонизированном столике мы будем готовить ржаной украинский хлеб. Вот такой вот, круглый как. Сразу признаюсь, готовый первый раз его, ни разу не пробовал. Решил попробовать и сразу про это снять видео, чтобы поделиться с вами, что и как получится. Итак, мы начинаем. Итак, для начала нам понадобится вот такая большая кастрюлька. В ней сырые советские дрожжи, которые брекетиками продают в молочном отделе. Мука ржаная хлебопечная. Мука обычная, белая. И стакан молока. Пока больше ничего не высмотрел, что еще добавлять надо. Сейчас буду добавлять и потом напишу. Сейчас мы будем замешивать тесто. Надо растолочь дрожжи, вылить туда стакан молока. Засыпайте ржаную муку и чуть-чуть обычной белой пшеничной муки. Так, я залил стакан молока. Высыпал туда вот такую пачку ржаной муки, написано 500 грамм. Оказалось сильно густо. Пришлось поставить в микроволновку, подогреть еще стакан молока. Молоко должно быть такой комнатной температуры, чтобы если палец макнул, палец терпел, чтобы не горячий, чтобы дрожжи не сварились. Сейчас еще долью еще один стакан молока, добавлю белой муки и буду дальше размешивать. На данном этапе выглядит как-то вот так. Достаточно некрасиво. Продолжаем. В этот стакан теплого молока я сейчас хочу, так как забыл добавить соли, посолить чуть-чуть. И надо добавить сахару, чтобы дрожжи начали действовать и чтобы поднялось тесто хорошо. Ну, сейчас добавляю сюда, короче, в молоко, в теплое. Все это размешиваю, туда вливаю, добавляю белой муки и буду дальше перемешивать, заводить тесто. Размешиваем. Молоко. И выливаем это все сюда. Сейчас засыпаем муки и дальше размешиваем. Рожжаной хлеб перемешиваем до такого момента, пока ничего вот этого к рукам прилипать не будет, когда будет ровный шарик теста, не липающий к рукам. Вымешиваем всю эту муку, остатки теста. Все хорошенечко промешиваем, чтобы везде, везде, везде попала мука. Там я сказать не сказал, у меня получилось на стакан молока я добавил 3 чайных ложки сахара, такие без горки, и пол чайной ложки соли. Сахар нужен для того, чтобы дрожжи поднялись, ну а соль, естественно, чтобы хлеб был не пресный. Вот так, серая мука, у меня ушло 500 грамм, белая мука, вот от килограмма осталось вот так, где-то полкило. Короче, килограмм того всего намесил, и получается вот такой хлеб. Его даже можно будет на два разделить сейчас, когда будем выкладывать на листик, на два хлеба. Он еще приподнимется, и будет классный ржаной хлеб. И вот так у нас получается, вот такой вот шарик, вот я на две части разделил. Один шарик будет примерно, ну если ушло того и того, ну где-то по 500 грамм, может быть килограмм. Делаем вот такой вот шарик, потом его вот на столе муку рассыпаем, вот так вот прокатываем его по муке. Обкатали по муке. Листик у нас заранее намазанный мукой, ой, мукой, говорю, маслом. И потом вот этот шарик берем и на середину листика вот так вот, вот так. Ну-ка, Андрюха, покажи, как. Вот так вот выкладываем. Один хлеб получается на один листик. Ну и сейчас такую же операцию проделаем со вторым кусочком теста. Также замешиваем, делаем его круглый, обваливаем в муке. И на второй листик. И ставим, чтобы он чуть-чуть поднялся, желательно где-нибудь на солнышке, на подоконнике. Ну и все, дальше потом покажу, что... Так, вот такая вот у нас получается вторая кругляха украинского хлеба сейчас покажу. Вот он у нас, блин, а там не видно, в духовке, короче, стоит. С полчаса он будет... полчаса, да? Ну, полчаса он будет выпекаться. Потом покажу результат. И вот, после приготовления у нас получился вот такой вот хлеб. Ну, у нас такое освещение, не очень хорошо видать. Но хлеб потрясающий, упругий такой. Пахнет великолепно. Сейчас покажу. Одну булку мы уже разэтывали, разрезали. Вот такой вот он получается внутри. Вот. Прекрасный, шикарный, украинский вкусный хлебушек. Ну, как-то называют его у нас по народу украинский хлеб. Ребятишки, зараза, присест. Мы сделали простоквашку. Они с простоквашей слопали почти булку хлеба. Оп. Вы находитесь на канале Мысли и Слух 2.0. Меня зовут Васильев Роман. Вот здесь под видео ставьте лайк, большой палец вверх. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Это канал Многодетной семьи Васильевых. Сегодня мы рассказывали, как в домашних условиях мы делаем домашний украинский хлеб. Увидимся, до встречи. Всем пока.